Мастер Спорта Мастер Спорта Дмитрий Лебедев, исполнительный директор Самарской областной федерации бокса. Здравствуйте. Добрый день. Ну, сегодня разговор, конечно, пойдет о самом главном, наверное, на сегодняшний день для всех жителей Самарской области, для спортсменов и для боксеров. Как боксеры переносят вирус и какие действия делает федерация бокса областной, чтобы все было хорошо? Вирус переносим стойко, сидим на карантине. Что делает федерация бокса? Открыла горячую линию федерации бокса России совместно, мы совместно с ней, как бы открыли горячую линию, принимаем заявки на помощь нуждающимся. Вот. Ветеранов бокса, пенсионеров. Ну, в общем, кто звонит, пытаемся помочь. Маски, антисептик, салфетки. Ну, все вот такое вот, в таком ключе. Но это вы только для своих, как говорится? Нет, любым, кто звонит на горячую линию, все заявки обрабатываем и принимаем в работу. Как воспринимают люди вашу помощь? Ну, боксеры должны вроде боксом заниматься, а вы милосердием занимаетесь. Ну, не все же могут выйти из дома, поэтому есть звонки и есть помощь просятся, потому что не всем. Как это фактически происходит? То есть вы сами лично разводите или... И сам лично и гружу посылки оформляю, потому что ветеранам бокса мы на днях отправляли посылки, мы формировали их, сами покупали в магазинах, совместно волонтеры помогают. Ну, сколько уже вот таких посылок вы сделали и за какое время? За неделю, ну, наверное, штук 20 отработали. Сейчас вот партия масок придет из Москвы, антисептик, маски придут, и мы будем уже по маскам отрабатывать. У нас были небольшие свои здесь покупки, запасы, мы их тоже, ну, быстро расходуем. Как ветераны вообще воспринимают вот такую заботу? Сначала нас приняли из-за мошенников, они не поверили, что это возможно. И вот после того, как мы связались с ветеранами, по телефону, через других ветеранов объясняли, тогда нас начали пускать. Какие сейчас настроения вот с учетом самоизоляции? О чем ветераны говорят? Не скучно им дома-то сидеть? Да скучно, все хотят выйти, хотят солнышко. У всех как бы настроение-то на подъеме, они ограничены в действиях. Поэтому не очень. Но вы, наверное, не просто пришли, отдали и ушли, да? Какое-то общение происходит? Очень минимальное общение сводим, перестраховываются, и волонтеры, и всем. Минимальный контакт, поэтому, то есть в основном по телефону. А какая работа ведется в федерации в плане сейчас тренировочного процесса для спортсменов? Чем заняты тренеры? Все сидят в ожидании, когда разрешат тренировать. Снимут карантин и приступить к работе. Потому что сейчас всем запрещено, министерством спорта это все. Все ждут особое распоряжение, когда станет можно. Все мучаются, дома никакой работы. То есть невозможно даже проводить какие-то там, я не знаю, ну, общефизические упражнения делать? Потому что вот вы сами говорите, спортсмену требуется нагрузка, потому что профессиональный боксер, если можно так назвать, профессиональный, ну, кто много лет уже занимается, да, постоянно, имеет разряды, мастеров спорта. И организм требует, потому что раньше сколько в день было тренировок у спортсменов? Если в процессе подготовки, то и три может тренировки быть в день. Это какие? Ну, зарядка, дневная и вечерняя. Плюс еще силовая, да, что-то еще? Ну, это они три, но в зависимости их по плану тренировочному. А сейчас что делать спортсменам? Организм-то требует? Да, и это мучение для спортсмена. То есть гимнастические упражнения он может сделать, но они не заменят полноценной тренировки. Плюс велась работа подготовительная, тренерская, он тоже не может ее заменить, восполнить. То есть сейчас все планы подготовки к соревнованиям рухнули, получается? Получается, да. Мы не знаем, во-первых, когда все это возобновится, даже если ориентироваться на Олимпиаду 21-го года, то есть это тоже через год. Пока в неведении. А есть какая-то формула в боксе, да, что, допустим, спортсмен пропустил, допустим, вот уже, получается, две недели точно, да, у нас идет самоизоляция, да, вот, если она будет до конца месяца, получается, месяц спортсмены не тренировались. Ну, вынужденный отпуск. И так на сколько, получается? Главное, чтобы не заболел. Восстановиться он быстро сможет. Ну, быстро это как? Неделя-две, максимум месяц со спокойным подходом. Главное, не торопиться и резко сразу не начинать. Ну, ты не разнают, они все это умеют. Квалификация позволяет тренерам это все сделать. И настрой спортсмена, я думаю, он еще больше работать захочет. Отдохнувший придет. Что Федерация бокса области успела сделать вот с начала года? Какие соревнования были уже проведены и каких результатов спортсмены добивались? Мы успели провести все областные календарные, все четыре области мы провели. По всем возрастам мы успели до марта мы закончили. Даже успели съездить на две Пермиста России, на две Пермиста России. На ПФО было по девушкам, юношкам. В Пермиста России девушка заняла третье место. Парни не очень успешно выступили, но успели отработаться. Посмотрели мы их там. Что было намечено на апрель? Вот это время, когда сейчас идет простой? Апрель у нас было... Юноши ПФО должно было быть и вся команда развернулась. Прямо на подготовке после области. Сначала сборы должны были быть, а потом поездка. Все развернули и всегда мы отправили. А в мае что? Если вот до 30-го числа и скажут, что с 1-го мая можно уже заниматься. Что будет в мае? Есть какая-то? В мае Россия должна была быть. Но ее не будет. Спартакиада должна была быть. Но не будет. Не будет. На какое время перенесли? Да, совы в распоряжение. Скажут, куда перенесли, уже будут. Потому что сейчас сместилось все и никакой конкретики нет. Главное не заболеть конкретики. Главное не заболеть, да. А если будет неблагоприятный прогноз, дальше боксеры будут сидеть. К чему это может привести, если спрогнозировать, допустим, говорят о том, что если даже пик пройдет, потом будет восстановительный процесс 10-12 недель. Это получается 12 недель. Это у нас 3 месяца. Неизвестно, как будут мы допущены к активной жизни, к тренировкам. К чему это может привести вообще? Не уйдут спортсмены из спорта. Вот один месяц-то посидеть можно отдохнуть. А вот 3-4 месяца не будет оттока спортсменов? Ну, те, кто уже занимались, хотя бы года 3, не уйдут. А вот тот, кто только начал, могут. И им сложнее начинать все сначала. Те, кто уже работал в процессе, уже какие-то достижения имеют, с ними легче будет. А взрослые мужчины тем более. Они уже осознанные выбор, да, он уже сделал, но все нормально будет. А какая работа тогда будет проводиться, чтобы вернуть тех, кто уйдет, не дай бог? Какая? Сложно ответить. Тут надо тренеру работать. Как бы федерация не сможет детей. Ну, это тренерский подход. Они сами знают. Они знают каждого спортсмена и в каком ключе с ним общаться. А в данный момент спортсмен, тренер, какой-то функционал идет? Все-таки общение идет между спортсменами? Скорее, то есть, как самочувствие, все ли хорошо, предосторожности и так далее. Аккуратно, чтобы вдруг, скорее всего, выходят тоже спортсмены. Воздухом надо дышать. Ну, чтобы аккуратно себя вели. Ну, вот расскажите о планах, которые были намечены на осень. Дай бог, все будет хорошо. И что нас ждет в концовке сезона, в конце года? В конце года? В области? В области, да. Давайте начнем с области. У нас должны были два турнира быть кандидатских. Когда? В декабре и октябрь. Октябрь-декабрь, да. Какие возраста? Пока не знаем. Юниоры. Юниоры – это 17-18. Пока не знаем, как получится. Потому что могут сместить Россию, и приоритет, скорее всего, будет на них. А, то есть местные соревнования могут не проходить, а сразу в сборной поедет на Россию выступать? Ну, мы хотели бы, чтобы они прошли, потому что не все на Россию отбираются. Сейчас, возможно, то есть как-то будем выходить из ситуации. Как работает федерация? То есть, как сейчас принято говорить, на удаленке, да? Какие-то работы в федерации же ведется, не все же заморозилось, да? Вот вы какие-то планы меняете? На удаленке мы работаем с Минспортом. Документы оборотов весь через электроны идет. Минимальный контакт, как бы, мы с ними. А сама федерация, мы работаем руками сейчас, посылки формируем, маски таскаем. А, то есть вы как раз этим и занимаетесь? Да. Ну, вот футболисты нам рассказывали, приходили тоже на передачу. Все-таки у них командный вид спорта, у вас индивидуальный. Но тренеры своим спортсменам выдали задание, да? И те тренируются. Вот в чем специфика бокса? Почему нельзя тренироваться боксеру дома, в домашних условиях? В чем сложность заключается, может быть? Или неэффективность таких тренировок? Могли бы объяснить нашим телезрителям? Конечно, и неэффективно, и сложность у него нету условий. То есть? Он не может выполнить элементы технические дома. То есть нужно какое-то спецоборудование? И спецоборудование, и тренер должен, который следит за тем, правильно он это делает или неправильно. Никак-то не сможет. Более взрослый спортсмен сможет это выполнить, но он опять, он сделает это для того, чтобы встряхнуться. Ну, гимнастика по-другому, не более. А эффективности не будет, тем более нет конкуренции, он не видит, хорошо он это делает, эффективен он прием или неэффективен. Нужна работа с партнерами. Вот еще как. То есть в паре работать? И в паре, и с тренером. То есть вот этот контакт нужен. Никак без него. Интерактивный бокс – это игрушки, но нереально. А, то есть, допустим, если девушка или жена, или родители снимут своего парня, как он занимается, пришлет тренеру, вот это невозможно, да? Невозможно. Ну, тренер, вы видите, так, что, типа, потому что он до этого с ним работал, он знал, знает, какие элементы он выполняет, потому что он его ведет. Но эффективности не будет. То есть, получается, бокс – это такой вид спорта, когда нужно вот здесь и сейчас, да? То есть поставить руку, корпус, там, удар, да? И сейчас, и в будущем, всегда. Это именно только так. Именно контакт между тренером и спортсменом, или спортсмен со спортсменом. Без него никак. То есть, виртуально научиться боксировать невозможно? Ну, на мой взгляд, нет. Может быть, кто-то это сможет сделать. Когда он это сделает, он покажет, что я не прав был. Если это он сделает, может быть, когда-нибудь Олимпиады пройдут по интерактивному спорту, боксу. А вы связываетесь с другими регионами? У них так же все проходит? Или есть у кого-то инновационные, может быть, идеи, но к которым вы, как классик, я понимаю, относитесь? Так скажем, предвзято, не доверяете. Есть что-то, нет? Да нет. Пока вот все так. Так же, как у нас. Видите, картина одинаковая. Нет. Я знаю ребят, которые работают над интерактивной системой, чтобы тренироваться как раз в изоляции. Да. Но я скептически отношусь. Даже я смотрел, что они сделали. Я скептически отношусь. Не знаю. Может быть, посмотрим в будущем. Когда закончится вирус, куда приходить самарским любителям бокса? В какие секции? В любой шор примут. Клуб Саитова, пожалуйста, на пятой бросике мы у нас. Сейчас много клубов и тренера везде хорошие. То есть потенциал есть. Тренерская работа, тренерская работа есть. Все нормально. Что хотел бы, конечно, приходите. Научим, покажем. Для начинающих боксеров какие-то соревнования вы планируете? Или необходимо, допустим, год или два тренироваться, чтобы на первое соревнование быть? Да, лучше год потренироваться, подготовиться. Потому что сразу никуда. А начинающий, через год он более-менее уже подготовлен, что-то умеет. Он может попробовать свои силы. Опять же, тренер видит все это. Готов он или не готов. Выставлять его или не выставлять. Тренер решит. И у меня последний вопрос. Вот я помню, у Федерации бокса был проект «Лето в боксерских перчатках». Он будет в этом году? Да, мы это все приурочим ко дню бокса. Опять, если разрешат. Это у нас 21 июля. Мы хотим все это приурочить и провести это все, это мероприятие. Спасибо, что были у нас в гостях. А на сегодня это все. Но это еще не финал «Мастер спорта». И еще раз скажет все самое интересное, что происходит в спортивной Самаре. Но уже через две недели. А я Сергей Кизоркин. И помните, любите спорт и занимайтесь физкультурой. До встречи. Спасибо. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»